Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа «Под солнцем Экумены» с ведущим Владимиром Зайцевым. Продолжаем знакомить вас с телециклом «По пути из Варяг в Греки». Продолжаем. Мы рады приветствовать участников международного легкоатлетического сверхмарафона в прекрасном историческом городе Апочка. Город наш действительно старинный. Первое летописное упоминание об Апочке восходит с начала 15 века. Официальная дата основания Апочки – 1414 год. Название «Апочка» по свидетельству летописства Тихоеведов произошло от слова «Апока». Так назывался известняк, который добывали со дна великой и который широко использовался в строительстве. Сегодня мы с вами являемся свидетелями уникального события – сверхмарафона, который организован при поддержке и с помощью современной гуманитарной академии и международной общественной организации «Ассоциация сверхмарафонов». Остается лишь от имени студентов Академии пожелать удачи и новых достижений участникам марафона. И хотелось бы сказать несколько слов тем абитуриентам, которые еще не определились в выборе учебного заведения или в выборе профессии. Современная гуманитарная академия – это очень достойный выбор. Среди людей – это то, что мы выбираем из одних веков. Не верьте человеку, пришедшему к вам и встречающему вам обновлению. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Значит работа ведется нормально. У нас полностью смонтирован с подсветкой телевизионный зал на 72 посадочных места, мы вам его покажем. Действует сейчас спутниковая антенна, TV-сервер, все оборудование, которое необходимо для учебного процесса телевизионного, все смонтировано и все функционирует. Мы демонстрируем все то, что положено по нашей учебной технологии. Меня зовут Павел, я студент факультета информатики в Великолупсом филиале современного монетарного института. Обучаюсь на данный момент на четвертом курсе, уже заканчиваю. За 4 года разочарования не было, и преподавательский коллектив весьма радовал, потому что обучение довольно-таки интересное в плане того, что спутниковое телевидение. Это очень как-то так странно и довольно-таки ново. Ну такие технологии, допустим, те же самые тесты, это мало проводится делать у других. И вот постоянный темп обучения не давали остановиться, не давали отдыхать. Эти семинары, курсовые, вообще это в темпе держало. Специальность информатика, она же подразумевает в себе именно расширенность. То есть я не сомневаюсь абсолютно, что я где-то смогу устроиться. Ну и что, бежим? Из Варяга выехи или не бежим? Безусловно, бежим. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 И могу сказать, что сама идея просто уникальная, само жилище суперфункциональное, замечательное. Я могу привести кучу преимуществ этого жилища, в отличие от сравнения с кемпинговой палаткой. А какие-то испытания этих своих чумов вы проводили или проводите? Конечно же. Дело в том, что сначала была отщена первая партия образцов. Поскольку мы хотели, чтобы изначально это изделие было качественным, мы должны были проверить, насколько оно устойчиво, насколько оно удобно в эксплуатации, какие узлы необходимо вставить в это изделие. Могу сказать, что чум наш стоял на Антарктиде, на станции Беллинсгаузен. Наши чумы используют оленеводы Ямало-Ненецкого автономного округа и других автономных округов, где есть северные народы, которые пасут оленей. Дело в том, что чум используется замечательным образом, как летняя палатка. Когда нужно передвигаться очень быстро оленеводам в летний период, они кославят своих оленей, им нужно очень быстро оставлять свое жилище, быстро, экономно в весе собирать его и переноситься на другое место вместе с оленями. Многие слышали о проекте «Экспедиция Трофи». Это переезд на автомобилях через, по сути, всю нашу страну, от западной границы до Техьянского побережья. Так вот, в этой экспедиции, я знаю, вы эти же чумы использовали в качестве базовых каких-то лагерей. Немножко подробнее об экспедиции. Ну, что касается экспедиции «Трофи», это очень серьезный проект, не побоюсь сказать, что это проект глобального масштаба. Это действительно гонка через всю Россию из Мурманска во Владивосток. Это порядка 12 тысяч километров по заснеженной дороге, по обледенелой трассе. И самое главное, что в нашей стране действительно очень много есть замечательных, уникальных мест, где немногие из нас были. Одно из этих мест – Байкал. Один из этапов гонки пройдет через озеро Байкал, по льду озера Байкал. И во время движения машин по трассе мы будем организовывать чум-стойбище. Чум-стойбище будет организовываться именно из тех чумов, которые вы видите здесь. Почему мы делаем это? Потому что мы хотим, во-первых, показать действительно, что очень многое в жизни настоящего утеряно. Точнее, очень много в жизни современного человека утеряно настоящего, естественного. Мы осознаем, что вот сама структура чума, она обладает уникальными аэродинамическими качествами. Она очень хорошо выдерживает штормовые ливни. Поэтому мы считаем, что чум – это замечательная вещь, замечательное жилище, в котором люди могли бы в первую очередь проехать трассу зимой. Мы можем использовать печь. И более того, чум специально сконструирован таким образом, чтобы в нем можно было бы использовать печь. Эти печи помогают выдерживать 30-40 градусные морозы. У нас ребята, которые ездили уже в группе сопровождения в этом году, попали в достаточно суровые условия зимой в тайге. Они при температуре ниже 30 градусов, они нормально, комфортно провели время в тайге. И мы удачно смогли провести спас-операцию по вызволению их из того места, где они были. Там было очень много всего интересного, как вообще проходила сама гонка, как устанавливалось в чем стойбище, как не долетели вертолеты в определенный момент из-за плохой погоды, как мы организовали эвакуацию из Москвы. Это целая история. Я надеюсь, мы сможем как-то увидеть все это. Какие-то материалы вы привезли из этой экспедиции, видеоматериалы? Конечно же, мы привезли интересные видеоматериалы. Изначально планировалось, что вообще гонка будет проходить из Мурманского в Владивосток, и во время движения, точнее, из Москвы в Владивосток, и во время движения наших машин, которые прокладывали трассу, постоянно велась видеосъемка. Что касается нашего чума, то я еще раз говорю, что он в нужный момент не подвел. И я сам был свидетелем, как в штормовые ветра, в штормовые порывы ложились кемпинговые палатки, у них ломались дуги, и при этом чум стоял даже без штормовых оттяжек. Именно благодаря его конической структуре ничего страшного с чумом не произошло. То есть чум не повалило. А то, что нет дна у него, это недостаток либо преимущество, на ваш взгляд? Дело в том, что мы действительно испытываем чум в различных условиях. Он стоял у нас и на льду, и на снегу, и на щебне, и вот на этой земле. Поэтому мы понимаем, что в определенных условиях отсутствие дна – это преимущество. А в определенных условиях наличие дна тоже является преимуществом. Поэтому мы решили, что дно будет в следующих моделях чума, но оно будет комплектоваться дополнительно к чуму. То есть если люди желают просто-напросто установить дно, они будут пристегивать это дно изнутри и будут пользоваться дном. Если же они желают просто поспать на хвои, на лапнике, на... То есть зимой, несмотря на наличие дна и в случае, если в чуме топится печь, в любом случае, даже если дно обработано толстым слоем полиуретановой пропитки, не избежать попадания воды внутрь. Соответственно, в таких условиях, возможно, нужно делать более серьезные конструкции, нежели просто дно из синтетического материала. Ну что, предлагаю заглянуть вовнутрь этого необычного жилища и убедиться, что действительно лучше чума сегодня палаток нет. Я бы сказал так, что чум действительно это идеальное жилище и зимой, и летом. Для того, чтобы поза была более эргономической. Нет, у них, у северных народов, которые... Ну вы знаете, у северных народов зимние чумы, они значительно больше. Вентиляция. Вот здесь специально есть клапан, который я могу... Я могу открывать его летний клапан и могу открывать... Точнее, летний клапан, это тот, который обработан антимоскитной сеткой, дублирован антимоскитной сеткой. И зимний клапан, который я могу открывать. Таким вот образом, человек, который лежит, он может регулировать натяжку клапана. Открытие его или закрытие. Регулируемые шнуры можно подвешивать в разные положения И в случае, если вы действительно хотите приоткрыть вот эту вентиляцию Вы просто фиксируете ее здесь под слоком Вот, посмотрите, здесь есть специальное отверстие, в которое высовывается труба На трубе как раз есть специальный кожух для того, чтобы материал, который обрамляет этот кожух, не загорелся Далее, что интересно, в случае, если вы разводите открытый огонь, это тоже возможно сделать в чуме Вы осуществляете дополнительный приток воздуха за счет вот этого вентиляционного клапана С той стороны он просто оттягивается дополнительный И просто-напросто открываете большое вентиляционное отверстие При этом вы можете еще открыть и вход в чум Много испытал дождей в чуме И были дожди, которые не прекращались в течение трех дней Чум интересен тем, что у него вроде бы в сравнении с обычной палаткой не очень высокая влагостойкость То есть, вот если вы посмотрите, эта ткань, во-первых, она дышащая То есть, эта ткань не обработана полиуретановой пропиткой С другой стороны, она обработана водоталкивающим средством Unidine TG40, это японская пропитка Дело в том, что эта японская пропитка позволяет ткани дышать Но, с другой стороны, эта же пропитка отталкивает воду Вот водостойкость этой ткани примерно 1000 мм Но она не промокает не потому, что обработана водоотталкивающая пропитка А потому, что еще конструкция чумы такова, что негде собираться в воде И в случае, если даже небольшая водоотталкивающая пропитка существует Которую можно возобновлять, просто-напросто дополнительно пропитывая средствами водоотталкивающими пропиткой ткань То никакой дождь не страшен То же самое можно осуществлять и по швам Но могу вам ответственно заявить, что в случае, если верхние клапаны закрыты А в случае, если чум хорошо натянут, то он выдерживает несколько То есть, трехдневный дождь легко Понятно, ну прекрасно Осталось только напроситься к вам в экспедицию И убедиться, что действительно у вас все продумано и все так, как вы говорите Могу вам сказать, что, конечно же, совершенного в этом мире мало Особенно того, что сделано руками людей Мы считаем, что чум действительно энергетически значительно более здоровое жилье И хотим предложить людям не только высокофункциональное жилище Которое имеет целый ряд конкурентных преимуществ перед кемпинговыми палатками В то же самое время еще и более здоровое жилище Которое возвращает людей к гармонии с природой Прекрасно Ну что, успехов вам на этом нужном и правильном пути И как там вы говорите Хорошо, что есть разные мысли Ибо дороги хватит на всех Нужно браться за руки Идти по дороге Не бояться выйти на эту дорогу И возрождать традиции Все правильно Ну, а что касается экспедиции То, уверяю вас У нас очень плотный график Мы постоянно в разъездах И место для людей, которые об этом еще и рассказывают Всегда найдется Более того, в той гонке, которая состоится 23 февраля И закончится 8 марта Которая пройдет из Мурманского в Владивосток Мы надеемся, что будет много журналистов Которые смогут рассказать не только нашим людям Не только россиянам Но и всему миру О том, насколько богата Насколько велика и насколько интересна Россия Так что добро пожаловать Дороги действительно хватит на всех Дамир, что это за вещь такая? Это съедобная или что? Нет Это наше средство защиты от кровососущих гадов Всяких насекомых, включая комаров, москитов, гнус Дело в том, что это цитронеловая свеча Обычно, когда мы становимся лагерем Мы обносим лагерь вот такими свечами То есть мы понимаем свои собственные нужды Когда ходим в наши экспедиции И осознавая, что нам нужно защитить комплексно себя от насекомых Мы понимали, что помимо аэрозоли, помимо мази Нужно еще использовать что-то, что можно было бы поставить вокруг лагеря Зажечь и чтобы дополнительно нас защищало от комаров Вот цитронеловая свеча Это свеча, которая сделана с добавлением масла цитронеллы Цитронелла, насколько я понимаю Это растение Юго-Восточной Азии Дерево, точнее, которое растет в Юго-Восточной Азии И вот запах, который источает эти дерева Оно отпугивает комаров Дело в том, что вот эти вот цитронелловые свечи Как раз нам очень здорово помогают Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Юго-Восточную Азию 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 Буткина в любое время года непросто. Летом путь прерывает река выше. Переправа единственная, лодка лесника. Но он глуховат, не докричишься. Зимой, если дорогу расчистят, ехать с подручней. Мы выбрались в марте, крайний срок. Дальше река вскроется, и связь с кордоном будет прекращена надолго. В шатских селах нам не раз рассказывали о людях, что живут на кордоне Буткина без малого полвека, о семье бывшего лесника Жаркова, о Петре Егоровиче и его жене Анне Емельяновне. Редким теперь здесь гостям искренне рады. Не спрашивая, откуда люди и зачем, сразу приглашают в дом отведать хлеб-соль. А угостить всегда есть чем. Пожалуйста, мы всех ждем, мы всегда в тренинг, и всегда примолы, и мы проводим. И будем рады, чтобы вы нас не забывайте. Супруги, обоим под 80, держат большое хозяйство. Трех коров, быка, двух телок, лошадь, кур. В омшанике зимует 25 пчелиных семей, а еще пять собак и семь кошек на дворе. Будкинский лесной мед славится по всей округе. Бывало, Петр Егорович только собирается его качать, а банки уже стоят по всей кухне, приведенные из Мордовии, Пензенской, Тамбовской областей. Кто однажды попробовал будкинский целебный мед, приезжает за ним каждый год. На кордоне настоящее натуральное хозяйство. Огород в 30 соток обеспечивает картофелем и всеми овощами. Река и озеро рыбы, лес с грибами и ягодами. Хозяин умеет все. Сани, телеги, постройки на подворье сделаны его руками. Сам сложил печи в доме и бане, провел на кордон электричество. Когда хозяйка болеет, что в последнее время случается нередко, доит коров и варит еду. У Анны Емельяновны большие заготовки. За бесконечными женскими хлопотами день пролетает незаметно и в любое время года короток. Жаркова вырастили семерых детей. В начальную школу те ходили через лес за 4 километра. Все закончили шатское ПТУ. Мальчики выучились на механизаторов, девочки на животноводов. Обзавелись семьями и разъехались по разным сторонам. Во Владимирскую землю, в Москву и в Подмосковье. Трудолюбием все пошли в родителей. И живут справно. Имеют и машины, и трактора. И все равно родители к детям с пустыми руками не едут. Везут и мед, и творог, и масло. У меня семерых детей. Это раз. Второе. Я привык, я не могу отстать от этого. Ведь всю жизнь прожил и всю жизнь с хозяйством. Ни на один день я не отошел от хозяйства. Скажи, я сейчас брошу, пока еще двигаюсь. Уж когда-нибудь двигаюсь тогда. На кордоне в былые годы было шумно и хлопотно. Семеро детишек, старики-родители. Обедать садились в два стола. Дети с малых лет работали. Спрос был строгий и воспитание, как рассказали нам старики, было обоюдным. Если один понукнет, другой под подол не спрячет. Ребятишки росли неизбалованными, приспособленными к жизни. Однажды, апрельским погожим днем, двое малышей, четырех и шести лет, выскочили из избы в одних трусиках и маечках, погреться на весеннем солнышке. Заигрались и заблудились в лесу. На вторые сутки собака вывела отца к детям. Потом он, папа, значит, живой один? И он, папа, живой. Живой он спит. Они все прошлого года листочки собрали под дуб, где они спали. И в этих листочках. Страшное дело было. Суток не было. Гудки были. На Илюхином завод был, на высший завод. Облавы пошли люди. Народ много. От Мордовии. Потом уже я, когда их нашел, привез и сразу стал предупреждать этих людей, чтобы они кончили поиск, уходили домой. Самогонка и белые бутылки. Своим средством. И давай их этом вином натирать. Прям беру, ну так вот. И давай самогонкой вином. И они сутки спали. Встали, не кашляли. В них от всем холд выбило. Ребята из армии пришли, женились. А вкуса спиртного не знали. Так силен был авторитет отца. Сам Петр Егорович за жизнь не выпил ни одной рюмки и никогда не курил. Вот так сберег себя. И сейчас есть силы полноценно жить в труде и заботах. И радоваться каждому дню. Кто, если в норму, в дело, употребляет немножко. Я не противник этому делу. А так я не могу с пьяными разговаривать. А сами вы употребляли когда-нибудь? Грамма нет. Жизни нет. Одного грамма нет. А не боитесь здесь жить одни? Нет. Нисколько. Никто меня не тронет. Я никому не задолжал. Никого не обманул. Никого. Так что я за собой. Хвост никакой не замечаю. Никакой. Кордон Будкина стрелой врезается в лесной массив. Отсюда несколько километров до Мордовии. Столько же до Пензенской и Тамбовской земли. Родное село Жарковых тоже недалеко. Полвека назад Петр Егорович увез из него семью, определившись в лесники на самостоятельную жизнь. Пошли у нас дети. Нам некуда деться. Мы как пришли, а где нам только ребятишек в углу положить от дождя, от мороза. И так мы как в коренелище лес, лес, лес. И так он нам родной дом. Я же пастух природный. Я 15 лет подряд стадо по селе, по народу. Корми меня обществом. Мы жили очень бедно. Поэтому, когда я пошел в лес, говорю, там я буду безупречно, не ведя народу, и картошку есть свою досыть, и на хлеб зарабатывать. Так вот уже срубить, жить примерно 50 копейок, и ее в дороге вытащить. Ну, я на это шел. Постом вода. А я ходил в лаптях. У меня не было ни валенка, ни сапог. А постом снег в болотах вода, снег мокрый. И я выше колен бродил. Под 75 жильдей срубал на день и вытрелевывал их в дороге. Чтобы кормить семью, любое задание надо было сделать. Больше я ничего не могу сказать. Любое задание. Не хватает рабочих. Я иду, ребята, женихи уши, скоро валют. Свою семью подключала. Свою семью забирайте, мы все пошли в лес. Рубить, таскать, повоюжить. Сынокос убирать казенный. Подходит лето. Еще оно не подошло. Там разный березовый шелк, но разные другие дела собирали. На план давали, на больницу, на медикаменты. Потом открылась земля, пошли посадки. А у меня леса были хвойные. Я всегда, каждый год, это редкий, 20, это 30, 40 гектар, я всегда сажал посадков. Всегда набирал людей. Старух, стариков. И вот с ними. А потом сенокос плановый пойдет. Потом сенокос. 40 тонн мне давали планов. 40 тонн на одно лесника. В душе Петр Егорович всегда был поэтом и философом. Заветная тетрадь стихов и сегодня хранится в буфете. Но написанное никому не показывал, считая это дело не совсем серьезным. Теперь, когда дети выпорхнули из родного гнезда и оперились, вечерами в старой избе стало тихо. Жизнь потекла медленнее. Захотелось осмыслить увиденное и пережитое. И записать тетрадь в назидание внукам. Мне в детстве говорила мама, Сынок, я родная, мама твоя. Но есть у тебя вторая мама, Которую все зовут. Мама земля. Земля. Это вторая же мать наша. Ведь я тебя породила, На свет тебя пустила, Грудью свою откормила, И вторую маме тебя отдала. Больше на грудью не кормить, Будете кормить теперь земля. Он же будет есть хлебец, картошку. Так ведь? Или не так? Наверное, так. А какой путь впереди твой будет? Она сынку своему говорит. Это вот касается, ну, вот это. Он всем касается, Как сейчас живет народ. Не смогу я сейчас указать. Может, путь будет прекрасным. А может, будет, Да, будешь жить и страдать. Всякого не бывает. Некоторые хорошо живут, а некоторые. Ну, вот так. Бывает всякое на жизни. Но люби и трудись на земле. Я на земле с детства трудилась, Как будто вчера кажется мне. И одно прекрасное время чудно было. Иван Иванович Муравьев, Петр Ягорч, Ты разреши старикам помочь. Помочь. Ну, я знаю, что он придет. Их спросит, как пойдут. Я разрешу им, Демёк, Помочь ему. Скосить свою личность на коз. А я же его от, Их от каленого оторвут. Ну, вот. И как раз и идет. А они приустанут. Им по 75, под 80 лет. Хотя вот таких собирал. Молодые не идут, А старики. Сенца им где-нибудь укажешь, Там, на таких местах, Не на луховых угодья, А по порубкам, Коровкам накосить. Они шли ко мне. На лошадь ездили все время. Ну, значит. Он туда, вон, дошел, За двор-то. Стоит и не может дальше идти. А как? А они приустали к вечеру. Приустали. Я говорю, ну, старики, Давайте вот домечим, А то хватит дождь. Пойдет завтра, тогда чего? Опять раскидывать копно. Надо в стога. Я говорю, вы мне дайте Одного старика. Я его возьму. Пойду сейчас в озеро, Поймаю бреднему на уху, А жене, скажу, Он же в магазин сходит, Возьмете грампостово. И это мы и делаем. Пусть запоздаем, но и сделаем. И он в этот момент, Когда это все шло, У нас она принесла водки, Уху сварили, Они поели. И захмелели, Они старые. Ничего там надо-то. Петр Иванович, Выноси гармонию. Вот я сейчас. Гармонию вынесся, Заиграл. Они пошли в плясь, По 75 лет, Эти старики. А Иван Иванович Из-под двора-то выходит, Вледить. Это что такое? Старики все в плясь. В плясь пошли. Один упал, Второй нанял, Нанял бессильный. Вот так я и работал. А стену-то убрали? Убрали. Оказалось. После, После уже совсем Темнеет стало. Дело-то. Дело-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Успехов и до встречи!